Добрый день, уважаемые слушатели! С вами преподаватель русского языка, и сегодня мы продолжаем проговаривать основные понятия из синтаксиса, которые необходимо знать, чтобы расставлять знаки припинания в каких-то действительно сложных случаях. Итак, начнем с определения. Сложное предложение – это предложение, состоящее из нескольких простых, то есть это предложение, в котором несколько грамматических основ, две грамматические основы или более. И основными средствами связи простых предложений внутри сложного являются интонация, союзы и союзные слова. Союзы, напоминаю, бывают сочинительными и подчинительными, а в роли союзных слов выступают относительные местоимения и местоименные наречия. И в зависимости от средств связи сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. То есть простые предложения внутри сложного, если только связываются с помощью интонации, то такое предложение мы назовем бессоюзным. Далее, союзные предложения уже делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложносочиненные предложения соединены сочинительными союзами, сложноподчиненные предложения соединены подчинительными союзами. И для начала мы начнем подробно говорить о сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения – это сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом интонацией и сочинительными союзами. Составные части сложносочиненного предложения грамматически не зависят друг от друга, то есть они равноправны. Давайте посмотрим на примере, что это означает. Солнце встало и мы проснулись. Это сложное предложение, потому что в нем две грамматические основы. Первое – солнце встало, второе – мы проснулись. И посмотрите, пожалуйста, два простых предложения внутри сложного соединены с сочинительным союзом «и». Как вы видите, эти предложения являются равноправными. Это означает, что мы можем вместо запятой поставить точку. То есть каждое простое предложение внутри сложного может быть абсолютно самостоятельным и может существовать отдельно, само по себе. То есть мы можем это предложение разбить на два. Первое – солнце встало, второе – мы проснулись. Это означает, что каждая часть является равноправной. Вот это вот предложение является сложно сочиненным у нас. И части сложно сочиненного предложения могут быть соединены соединительными союзами. То есть это союзы «и», «да» в значении «и», «ни», «ни», «и», «и» тоже так же, не только «но и». Также они могут быть соединены противительными союзами. Это союзы «а», «но», «да» в значении «но», «однако», «зато», «но», «а то», «не то», «да». И обратите, пожалуйста, вот на что внимание. Частица «же» и частица «только» могут выступать в роли союзов. То есть мы должны увидеть, что эти частицы здесь являются союзами и не спутать такое предложение, сложно сочиненное, с бессоюзным. Да, это важно. Также части сложно сочиненного предложения могут быть соединены разделительными союзами. Да, это союзы «или», «либо», «ни то», «ни то», «то», 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 «ли», «то», «ли», «то», «ли». Например, я люблю то ли яблоки, то ли груши. Я люблю то бегать, то ходить. Да, я люблю не то ходить, не то бегать. И в зависимости от того, какие союзы соединяют части сложного предложения, в таких и отношениях находятся эти два простых предложения внутри сложного. То есть если простые предложения внутри сложного соединены соединительными союзами, то между этими предложениями соединительные отношения. Если они соединены противительными союзами, то противительные отношения. И, соответственно, если разделительными союзами, то разделительные отношения. И давайте посмотрим на примеры. Перед вами сейчас сложно сочиненные предложения с соединительными союзами. Например, «Открыли дверь, и в кухню паром вкатился воздух со двора». Предложение явно сложное, в нем две грамматические основы. Первое – «открыли». Обращу ваше внимание, что дверь – это не подлежащее, потому что слово «двери» здесь не в именительном падеже, а в винительном. «Открыли кого что», а не «кто что». Значит, в этом простом предложении внутри сложного есть только сказуемое. Смотрим второе простое внутри сложного. «Воздух вкатился» – это грамматическая основа. Эти два простых предложения внутри сложного соединены с сочинительным союзом «и». Между частями сложного предложения перед союзом. И мы поставим запятую. Следующее предложение. «Лицо ее бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели». Опять же, две грамматические основы. Первое – «лицо бледно», подлежащее это лицо, сказуемое – это бледно. Напомню вам, что «бледно» – это у нас краткое прилагательное, а краткие прилагательные всегда являются сказуемыми в предложении. Вторая часть – «губы побледнели», подлежащие губы, сказуемое – «побледнели». И посмотрите, пожалуйста, чем интересно это предложение. Как вы видите, здесь сочинительный союз тоже стоит внутри предложения. То есть не на границе двух простых предложений в составе сложного, а он стоит внутри. То есть его несколько труднее заметить. Ну и давайте последнее рассмотрим. «Не только не было никакой рыбки, но и удилище не имело даже лески». Опять же, две грамматические основы. Первая – «не было», вторая – «удилище не имело», и они соединены у нас с союзом «не только, но и». Сейчас перед вами примеры предложений с противительными союзами. Например, «Иван Петрович ушел, а я остался». Опять же, две грамматических основы. «Иван Петрович ушел», первая – «вторая», «я остался». То есть каждое простое предложение внутри сложного здесь является нераспространенным просто. И эти два простых предложения в составе сложного соединены противительным союзом «а». Мы поставили перед ним запятую. А вот во втором предложении уже посмотрите, пожалуйста, «убеждения внушаются теорией, поведение же формируется примером». Опять же, в чем здесь сложность? На первый взгляд это предложение является бессоюзным. То есть мы увидели, что первое предложение простое внутри сложного – это «убеждения внушаются теорией», грамматическая основа – это «убеждения внушаются». Второе предложение – «поведение же формируется примером», грамматическая основа – «поведение формируется». И мы видим, что на стыке этих двух простых предложений внутри сложного на первый взгляд нет союза. На стыке нет. И мы поэтому можем спутать это предложение с бессоюзным. Но здесь в данном случае «же» играет роль союза. Поэтому это предложение является сложно сочиненным. И давайте сразу посмотрим. Третье предложение – оно легкое. Опять же, я ничего не ел, но голода я не чувствую. Здесь все очевидно, все понятно. А вот следующее предложение – «лодки сразу исчезают во тьме, только долго слышны всплески весел и голоса рыбаков». Да, вот оно уже опять чуть более интересно. Давайте на нем остановимся. Да, это предложение сложное. Рассматриваем первое простое предложение внутри сложного. Это «лодки сразу исчезают во тьме». Называем грамматическую основу. Подлежащие лодки. Лодки что делают? Исчезают. Исчезают – это сказуемое. Рассматриваем второе простое предложение внутри сложного. «Только долго слышны всплески весел и голоса рыбаков». Да, называем подлежащие. Всплески и голоса. Да, у нас два однородных подлежащих. Сказуемое – слышны. И посмотрите, пожалуйста, опять на стыке двух простых предложений внутри сложного нет союза. Мы можем спутать такое предложение с бессоюзным. А это я сразу вам поясню, что от этого типа сложного предложения будет зависеть пунктуация, естественно. И посмотрите, пожалуйста, хотя на стыке союза нет, здесь, ну, на первый взгляд нет, да, вот здесь частица только, опять же, будет играть роль союза. Поэтому такое предложение будет сложно сочиненным. И сейчас перед вами примеры предложений с разделительными союзами, да, либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней. То ли на него подействовала тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку. Да, опять же, да, вот если посмотреть на первое предложение, да, все очевидно. Два простых предложения внутри сложного, да, да, первая грамматическая основа – это съесть, а вторая грамматическая основа – сесть, да, и они у нас соединены союзом либо-либо разделительным. И теперь мы приступим к тому, ради чего мы все это проговариваем с вами. Давайте сейчас вспомним, как ставятся знаки припинания в сложно сочиненных предложениях. Итак, простые предложения, входящие в состав сложно сочиненного предложения, да, мы будем для краткости использовать аббревиатуру ССП, да, то есть, если вы увидите это обозначение, оно означает, что перед вами сложно сочиненное предложение, да. Итак, простые предложения, входящие в состав сложно сочиненного, отделяются друг от друга запятыми. Посмотрите, пожалуйста, да, как я обозначаю, да, не только я, как, в принципе, да, правильно обозначать границы, да, простых предложений внутри сложно сочиненного, да. Мы обозначаем эти границы квадратными скобками, да. Да, забегая вперед, скажу, что когда перед вами будут, да, сложно подчиненные предложения, то главные предложения мы будем брать в квадратные скобки, да, а предаточные предложения, то есть, зависимые, будем брать в круглые скобки. Итак, давайте посмотрим на первое предложение. На улице жара, а цыплятам холодно, да. Первое простое предложение внутри сложного, на улице жара, да, грамматическая основа состоит из одного слова, жара, то есть, только из подлежащего, да, кто что, жара. А вот, а, собственно говоря, и второе простое предложение внутри сложного, да, цыплятам холодно, также состоит грамматическая основа только из одного слова, холодно, да. Это у нас слово категории «состояние». В данном случае оно играет роль сказуемого. То есть в этом предложении есть только сказуемое. И сразу, чтобы мы с вами вспомнили материал предыдущей лекции, мы можем сказать с вами, что каждое из этих предложений простых, внутри сложного, является односоставным. Итак, эти два простых предложения внутри сложного соединены с союзом «а». И посмотрите, пожалуйста, для чего мы обозначаем границы предложений, чтобы поставить как раз знаки препинания. Потому что на границе перед союзом мы ставим запятую. Итак, аналогичный второй пример. «Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется». Первое простое предложение внутри сложного. Обозначаем его скобками также. «Воздух дышит весенним ароматом». Грамматическая основа «воздух дышит». Второе простое предложение внутри сложного. «Вся природа оживляется». Подлежащая природа сказуемо оживляется. И эти два простых предложения внутри сложного соединены с союзом «и». На границах предложений перед союзом мы поставим запятую. А сейчас мы с вами проговорим о случае, когда запятая перед одиночными соединительными и разделительными союзами не ставится. Итак, запятая перед одиночными соединительными и разделительными союзами не ставится, если соединяемые ими предложения имеют общий второстепенный член или общее предаточное предложение. Давайте немного подождем, чтобы вы успели сделать себе какие-то пометки, потому что это очень важная часть этого правила. И далее сразу перейдем к примерам. Итак, перед вами предложение. «Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь». Посмотрите, пожалуйста. Предложение сложное. Называем грамматические основы. Первое. Подлежащая – это туча, сказуемая набежала. То есть первая грамматическая основа – туча набежала. Вторая грамматическая основа – дождь брызнул. Значит, мы доказали, что это предложение сложное. Два простых предложения внутри сложного соединены с союзом «и». Но запятую ставить мы не будем. Почему? Потому что есть общий второстепенный член. «Вскоре после восхода». Посмотрите, пожалуйста. Этот член предложения относится как к первому простому предложению, так и ко второму. То есть мы можем сказать «вскоре после восхода набежала туча» и «вскоре после восхода брызнул короткий дождь». Просто для того, чтобы не повторяться, не использовать те же самые слова, иначе это будет речевой ошибкой, мы этот член предложения второй раз не прописываем. Он относится и ко второму предложению тоже. И вот из-за того, что здесь есть такой общий член в предложении, то запятую перед союзом «и» мы уже ставить не будем. Давайте посмотрим на следующее предложение. «Звезды уже начинали бледнеть, и небо сирело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском». Итак, смотрим для начала. Всегда простое предложение или сложное. Чтобы это сделать, нужно посчитать грамматические основы и назвать их. Первая грамматическая основа. «Звезды начинали бледнеть». Вторая грамматическая основа. «Небо сирело». Третья грамматическая основа. «Коляска подъехала». То есть перед нами сложное предложение. И забегая вперед, скажу, что это сложное предложение с разными видами связи. То есть первое простое предложение в составе сложного и второе простое предложение в составе сложного, они соединены с отчинительной связью. А далее к ним присоединяются уже предаточные предложения, то есть зависимые, которые уже не могут существовать без главных. То есть «звезды начинали бледнеть», и «небо сирело» – это главные предложения. Потому что они могут существовать друг без друга. Мы можем сказать «звезды уже начинали бледнеть» и поставить точку. Мы можем сказать «небо сирело» и поставить точку. Но мы не можем сказать «когда коляска подъехала к крыльцу домика Васильевскому» и поставить точку. Мы так сделать не можем. Нам не будет понятно, о чем идет речь. Нам непонятно, что же произошло, когда коляска подъехала к крыльцу домика Васильевскому. Кроме того, от главных предложений к вот этому последнему, к третьему, мы задаем вопрос. А раз мы задаем вопрос, то оно является зависимым, то есть предаточным. Итак, посмотрите, пожалуйста. Первое простое предложение и второе простое предложение внутри сложного соединены с союзом «и». Но мы не поставили запятую, потому что здесь есть общее предаточное предложение, которое относится как к первому простому, так и ко второму простому. То есть мы можем сказать, звезды уже начинали бледнеть, когда? Когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. И небо серело. Серело когда? Когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. То есть перед нами, да, общее предаточное предложение, да, и из-за этого мы не будем ставить запятую перед соединительным союзом «и». Надеюсь, понятно. Итак, идем дальше. Запятая не ставится, если простые предложения в составе сложносочиненного предложения имеют общее вводное слово, вводное словосочетание или предложение. Опять же, вводное предложение. Почему мы это обособили? То есть в отдельный пункт правила. Потому что до этого мы говорили об общем второстепенном члене предложения. А я Вам напомню, что вводные слова членами предложения не являются. Поэтому мы выделили это прямо в отдельный пункт в нашем правиле. Итак, давайте посмотрим на пример. По словам охотников, зверь в этих лесах выявился, и птица исчезла. Опять же, первый вопрос, который мы всегда себе задаем. Какое предложение перед нами? Простое или сложное? Далее, чтобы ответить себе на этот вопрос, мы смотрим, сколько же в нем грамматических основ. И называем их. Первая грамматическая основа. Зверь вывелся. Вторая грамматическая основа. Птица исчезла. То есть перед нами сложное предложение. И далее смотрим, сложно сочиненное оно или сложно подчиненное. То есть, конечно, здесь сочинительный союз и дает нам подсказку, что перед нами именно сложно сочиненное предложение. Но давайте проверим вторым способом. То есть равноправны ли эти предложения. По словам охотников, зверь в этих лесах выявился. Мы можем поставить точку. Значит, это предложение главное. Далее, проверяем второе. По словам охотников, птица исчезла. Опять же, да, это абсолютно предложение является самостоятельным, может существовать само по себе. Значит, эти два предложения равноправны. Мы не можем задать вопрос от одного предложения к другому. Значит, оно сложно сочиненное. Но перед союзом и, который соединяет эти части сложно сочиненного предложения, мы не поставим запятую, потому что есть водное слово по словам охотников. Это водное слово указывает на источник сообщения. То есть кто это говорит, кто так считает, кто так думает. И это водное слово относится к каждой части сложно сочиненного предложения. То есть мы можем сказать, по словам охотников, зверь в этих лесах выявился. И по словам охотников, птица исчезла. Да, поскольку водное слово здесь является общим, да, запятую мы ставить не будем. Далее, в состав, запятая не ставится, да, если в состав сложно сочиненного предложения входят вопросительные предложения. То есть вопросительные, которые, да, задают вопрос, спрашивают о чем-то и стоит в конце знак вопроса. Например, вы придете ко мне или я должен зайти к вам? Да. Да, называем грамматические основы, да, чтобы понять сложное предложение или простое. Сейчас, конечно, очевидно, что оно сложное, потому что я же не просто так такой пример подобрала. Но, да, если бы вам никто не проговаривал, да, чтобы вы должны обязательно были бы себе ответить на этот вопрос. Да, то есть у нас с вами есть четкий алгоритм, да, которому мы должны следовать, чтобы правильно расставить знаки припинания. Итак, да, считаем, да, считаем грамматические основы, называемых. Первое. Подлежащее вы, сказуемое, придете. То есть первая основа, вы придете. Вторая. Подлежащее я, сказуемое, должен зайти. Да, то есть вторая основа, я должен зайти. Значит, перед нами сложное предложение, да. Два простых предложения внутри сложного соединены с союзом или. Это сочинительный союз. Да, опять же, как мы понимаем, что это сложно сочиненное, да, помимо того, что они, два предложения соединены с сочинительным союзом. Смотрим, можем ли мы поставить, да, просто, в данном случае не точку, а знак вопроса, да, вот в конце каждого, да. Вы придете ко мне, знак вопроса, оно может существовать отдельно само по себе, да. Проверяем второе. Я должен зайти к вам, да, опять же, оно может существовать отдельно, да, то есть мы не задаем вопросы от одного к другому. Значит, оно сложно сочиненное. Далее, да, поскольку это сложное предложение состоит из двух вопросительных, да, мы знаем, что перед союзом мы запятую ставить не будем. Итак, запятая также не ставится, если в состав сложно сочиненного предложения входят побудительные предложения, то есть такие предложения, которыми мы хотим кого-то заставить что-то сделать. Давайте посмотрим, например. Например, подпустить врага и огонь дать по команде, да, то есть это предложение очень похоже на приказ какой-то, то есть приказ, который мы говорим кому-то, что кто-то должен сделать, да, то есть кто-то должен подпустить врага и дать огонь только по команде. Итак, опять же, считаем основы. Первое – подпустить, да, то есть есть только сказуемое, нет подлежащего. Да, потому что слово врага не в именительном падеже. Да, вторая основа – дать. Да, опять же, огонь не является подлежащим, потому что это слово не в именительном падеже, а в именительном. Дать кого что, да, не кто что, а кого что. Итак, да, поскольку два простых предложения внутри сложного являются оба побудительными, да, то перед союзом «и» мы запятую здесь ставить не будем. И запятая также не ставится, если в состав сложносочиненного предложения входят восклицательные предложения. Да, то есть каждое из этих простых предложений внутри сложного является восклицательным, да, то есть должно заканчиваться восклицательным знаком. Например, как он смешон и как глупы его выходки. Да, то есть мы могли бы, да, это сложное предложение разбить на два простых. как он смешон, и поставить восклицательный знак, и как глупы его выходки, и поставить также восклицательный знак. Опять же, запятую ставить не будем. И также запятая не ставится, если в состав сложно сочиненного предложения входят назывные, то есть номинативные предложения. Сейчас вам кратко поясню, что это такое, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Назывные предложения, во-первых, односоставные предложения, но это такие предложения, в которых есть только подлежащие, то есть в них нет сказуемого. Вот, например, вы видите перед собой «Мороз и солнце», и стихотворение «Мороз и солнце – день чудесный». Первое предложение – это «Мороз», второе – «Солнце». Каждое из этих слов является подлежащим, и сказуемых нет. Это предложения «Назывные», номинативные, очень похожие, как, например, на предложение «Утро», точка. Поскольку только подлежащие есть, то они «Назывные», номинативные. Это сложно сочиненное предложение состоит из двух назывных, соединено с союзом «и», и поэтому запятую мы ставить перед «и» не будем. Сразу скажу, что если эти два простых предложения внутри сложного не были бы соединены с союзом «и», а союза бы не было вообще, то такое предложение уже было бы бессоюзным, и вот это правило бы уже на него не распространялось, мы бы все равно должны были бы ставить запятую. Но поскольку союз сочинителей есть, это сложно сочиненное предложение, и запятая не нужна. Итак, далее. Теперь поговорим о том, когда ставится «тире» в сложно сочиненном предложении. «Тире» ставится, когда второе предложение неожиданно присоединяется к первому или резко противопоставляется ему. Например, «стрела выходит из колчана, взвелась, и падает казак с окровавленного кургана». Значит, опять же, предложение сложное. Первое, простое, я вам его читаю целиком. «Стрела выходит из колчана, взвелась». Называем основу грамматическую, подлежащая. «Стрела», сказуемая, однородная, «выходит, взвелась». Второе предложение внутри сложного. «Падает казак с окровавленного кургана». Подлежащая казак, сказуемая, падает. И посмотрите, пожалуйста. Второе предложение неожиданно присоединяется к первому. То есть неожиданно дается действие, что же случилось в результате того, о чем говорилось в первом предложении. И чтобы подчеркнуть эту неожиданность, мы ставим «тире», а не запятую. Итак, теперь проговорим, когда же ставится точка с запятой вместо запятой в сложно сочиненном предложении. Точка с запятой ставится, если соединяемые предложения являются значительно распространенными и имеют внутри себя запятые уже. И при этом, при всем при этом, они не очень тесно связаны между собой по смыслу. Значит, напомню вам, что означает термин «распространенность предложения». Распространенным мы называем предложение, в котором помимо грамматической основы есть еще и второстепенные члены, то есть какие-то другие слова. Да, и обычно, когда мы характеризуем сложное предложение, мы характеризуем каждое простое внутри сложного по этим же признакам. То есть первое простое является распространенным, а второе, например, нет. Итак, давайте посмотрим, например. «Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Арианду или на водопад, и прогулка удавалась, впечатления всякий раз были прекрасны, величавы». Да, во-первых, предложение сложное, да, называем грамматические основы. Первая грамматическая основа – они уезжали. Вторая грамматическая основа – прогулка удавалась. Третья грамматическая основа – впечатления были прекрасны, величавы. Да, итак, смотрим. Это предложение у нас сложно сочиненное, потому что все эти три предложения, три простых предложения в составе сложного, они равноправны, они могут существовать сами по себе. Мы не задаем вопрос от одного к другому. Да, итак, значит, например, «Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Арианду или на водопад». Можно поставить точку. Второе – прогулка удавалась. Опять же, можем поставить точку. На самом деле это сложное предложение является не совсем сложно сочиненным, оно опять же с разными видами связи, потому что первое и второе предложения соединили с сочинительной связью, а вот третье предложение уже присоединяется бессоюзной связью. Опять же, на границах простых предложений внутри сложного мы ставим знаки «Приепинание». Но первое и второе предложения, которые соединены с сочинительной связью, а значит, подчиняются правилам о сложно сочиненных предложениях, мы поставим не запятую, а точку с запятой. Посмотрите, пожалуйста, первое предложение уже имеет в себе запятые, то есть оно уже осложнено, оно имеет уточнение в данном случае, попозже. То есть каждый вечер, когда именно? Попозже. Кроме того, еще одно уточнение есть. Уезжали куда-нибудь за город, а куда именно? То есть происходит сужение понятия «Варианду» или «Наводопад». Опять же, уточнение выделяется запятой. И поскольку это предложение уже значительно распространено и имеет свои запятые, мы поставим точку с запятой, а не запятую. Итак, давайте посмотрим аналогичное предложение. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью выражить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. Да, цитата из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Итак, предложение сложное, да, потому что в нем несколько грамматических основ. Да, опять же, посмотрите, я отделила, да, каждое простое предложение внутри сложного скобками, да, квадратными, потому что эти предложения равноправны по отношению друг к другу, они самостоятельны, они могут существовать сами по себе. Мы могли бы точку поставить, да, между ними. Итак, первая основа, да, Татьяна приказала накрыть. Да, вторая основа стала страшна. Эти два простых предложения внутри сложного соединены с сочинительным союзом «но». Да, этот сочинительный союз нам подсказывает, что перед нами именно сложно сочиненное предложение. Но, да, первое простое предложение внутри сложного уже имеет свои запятые. Да, то есть по совету няни, сбираясь ночью ворожить, да, здесь мы видим деепричастный оборот. Да, напомню, что деепричастие, да, отвечает на вопрос, что делая, что сделав. Здесь это слово «сбираясь». Да, имеется, конечно, в виду «собираясь», да, но это поэтический вариант. И здесь у нас «о» исчезает, да. Итак, поскольку есть свои знаки припинания, да, то и предложение значительно распространено, то мы поставим точку с запятой, а не запятую. Так, идем дальше. Перед вами сейчас план разбора сложно сочиненного предложения. Первое, что вы должны сделать, это указать тип сложного предложения. Да, то есть в данном случае оно является сложно сочиненным. Обычно же мы указываем, какое оно сложно сочиненное, сложно подчиненное или бессоюзное. Второе, мы должны узнать, из скольких частей состоит это предложение. Да, опять же, в данном случае сложно сочиненное. Мы выделяем грамматические основы, да, и говорим, из скольких частей. Из двух, из трех и так далее. Далее, мы указываем, какими союзами связаны части этого предложения. Да, и в дальнейшем мы строим схему этого предложения. Итак, перед вами предложение. Здесь в комнате было тепло, и глаза у Аннушки были веселые, и эта смиренная затворница, и эта комната вдруг необыкновенно понравилась мне. Во-первых, я попрошу вас расставить знаки припинания, а во-вторых, разобрать это предложение вот по этому плану. Да, то есть указать, в данном случае тип предложения, да, указать, из скольких частей оно состоит, выделить грамматические основы, указать, какими союзами связано, да, и построить схему. Да, в схеме, да, вы должны нарисовать скобки, то есть круглые или квадратные. И в схеме я вас попрошу отражать только главные члены предложения, то есть только подлежащие, только сказуемые мы чертим. Итак, даю вам немного времени на это задание, после мы проверяем. Сразу вам объясню, да, вот эти запятые, да, почему обособлено в комнате запятыми, да. Да, это опять же у нас уточнение, да, то есть здесь, а где именно здесь, в комнате, и происходит сужение понятия, да. Это называется уточнением, обычно уточняются время и место, да, и вот такие уточнения выделяются запятыми. Да, подробно мы это будем рассматривать после. Это сейчас не касается нашего правила, которое мы сегодня проходим, поэтому эти запятые уже стоят здесь. Спасибо. Итак, я думаю, мы уже можем проверять. Я надеюсь, что вы уже справились. Смотрим. Да, итак, читаем первое простое предложение внутри сложного. Здесь в комнате было тепло. Второе простое внутри сложного. Глаза у Аннушки были веселые. Третье простое внутри сложного. Это смиренная затворница, и эта комната вдруг необыкновенно понравились мне. Во-первых, это предложение сложно сочиненное, да. Во-вторых, оно состоит из трех простых частей, да. Мы с вами их сейчас назвали, проговорили. Далее называем грамматические основы. Первое. Было тепло. Грамматические основы я выделила черным цветом. Значит, первая основа – это было тепло. Вторая основа – глаза были веселые. Третья основа – затворница и комната понравились. Да, то есть однородные подлежащие. Затворница и комната. Что сделали, понравились, да. Средства связи – это соединительные союзы и. Ну, конечно, помимо интонации, да. Про интонацию мы с вами здесь не пишем. Итак, да, то, что они, эти простые предложения внутри сложного соединены с союзом. И это является подсказкой, да, что это именно сложно сочиненное предложение. Итак, схема здесь, да, по четвертым пунктам, она не совсем верно здесь прорисована, потому что у меня, к сожалению, да, на клавиатуре не все есть способы обозначить подлежащие и сказуемые. Да, я напомню, что подлежащие мы подчеркиваем одной чертой, сказуемые двумя. То есть по-хорошему мы должны были бы внутри скобок еще отразить, да, подлежащие и сказуемые и нарисовать их. Да, то есть внутри скобки мы бы нарисовали, да, какая у нас первая основа? Только сказуемое, да. Внутри второй скобки мы бы нарисовали и подлежащие, и сказуемое. Внутри третьей мы бы нарисовали два однородных подлежащих, Соединенных Союзом и, да, исказуемое. Да, так, у нас есть вопрос. Сейчас читаю. А слово здесь не может быть общим второстепенным членом, чтобы не поставить запятую после тепло. Давайте смотреть. Смотрите, очень странно будет, если мы скажем, здесь в комнате глаза у Аннушки были веселые, да. Да, то есть именно вот в комнате глаза у Аннушки были веселые. В целом вы очень правильно мыслите, да. Я могу вас за это только похвалить, за то, что вы проверяете, является ли это слово, да, общим членом предложения. Это очень правильный подход, это всегда надо делать. Вы большие молодцы, да. Но в данном случае просто если мы, скажем, здесь в комнате глаза у Аннушки были веселые, это как-то будет странно, да. То есть обычно мы не говорим, что глаза были такими именно, и что это зависело именно от помещения, да. То есть я все-таки не уверена, что здесь все дело в помещении, то, что глаза были такими. То есть скорее нет, да, все-таки в данном случае. Итак, ну спасибо вам за вопрос, да. Обязательно, пожалуйста, спрашивайте, да, чтобы вопросов не оставалось ни в коем случае, да. Я всегда вам все поясню, да, чтобы нам было легче идти дальше, потому что темы всегда будут идти по нарастающей, по нарастающей будут усложняться, да. То есть это сейчас еще пока не самые сложные, да, случаи пунктуационные. Итак, идем дальше. Сейчас я вас попрошу, опять же, да, вот в тех предложениях, которые вы видите перед собой, выделить грамматические основы, определить границы простых предложений в составе сложного и расставить недостающие знаки припинания. Сразу скажу, что когда мы чертим схемы, да, мы его чертим примерно как в четвертом пункте, то есть отдельно, вне предложения. Но помимо этого я всегда всем рекомендую чертить скобки прямо в самом предложении, потому что, да, мы знаем, что на границах предложения мы ставим знаки припинания, на границах, и тогда вы четко видите, если вы, вот, как я, да, вот вам это показала, если вы чертите скобки прямо в самом предложении, то вы видите, где эти границы проходят, да, тогда вы будете меньше ошибаться. Да, то есть поэтому, пожалуйста, вас попрошу прямо в этих предложениях вот эти скобки, да, нарисовать. Опять же, даю вам немного времени, и после мы проверяем. Да, а еще всегда старайтесь назвать те союзы, которые соединяют эти части сложного предложения, да. Обычно мы эти союзы берем еще в кружок. И я надеюсь, вы обратили внимание, что сочинительные союзы стоят вне скобок, да, то есть если вы вот посмотрите на эту схему, вы увидите, что союзы находятся вне скобок. Подчинительные же союзы, да, то есть, например, что, когда, да, союзное слово «который», да, «потому что союз», да, то есть все подчинительные союзы уже рисуются внутри скобки, они вписываются в скобку, наоборот. Итак, давайте мы с вами проверим. Да, значит, первое предложение. «Канонада стала слабее, однако трескотня ружья сзади и справа слышалось все чаще», да, итак, это сложное предложение, оно состоит из двух простых, да, первое простое «Канонада стала слабее», грамматическая основа «Канонада стала слабее». Значит, объясню, что у меня здесь за обозначения такие, да, разные цвета какие-то, да, что-то с жирным шрифтом, что-то нет. Значит, грамматическую основу я выделила жирным шрифтом, да, подлежащая подчеркнула одной чертой, да, но поскольку, к сожалению, да, вот у меня, я просто не знаю, как две черты, да, поставить, да, с помощью клавиатуры, да, поэтому, да, я вот сказуемое выделить особым образом не смогла, да, но «Канонада» это подлежащая стала слабее, это сказуемое. Да, дальше, второе простое предложение внутри сложного. «Трескотня ружья сзади и справа слышалось все чаще, подлежащая трескотня, сказуемое слышалось, да, два простых предложения внутри сложного соединены с чинительным союзом «однако». Да, мы здесь его можем заменить на «но». «Но» – «трескотня ружья сзади и справа слышалось все чаще, да». Значит, это у нас противительный союз, да, и мы поставили на границах этих простых предложений запятую, да. Итак, второе предложение. «Пусть он перебирается в деревню, во флигель, или я переберусь отсюда». Опять же, смотрим, это сложное предложение, да, первое простое вам читаю. «Пусть он перебирается в деревню, во флигель». Да, почему, опять же, да, это сложно сочиненное, потому что, ну, мы здесь можем поставить точку, да, мы просто можем сказать «пусть он перебирается в деревню, во флигель». А второе предложение, опять же, оно тоже самостоятельное, Мы просто можем сказать, я переберусь отсюда. Они не зависят друг от друга, но это именно сложно сочиненное, а не бессоюзное, потому что на границах предложения есть сочинительный союз. В данном случае это сочинительный союз «или», который является разделительным. Первая грамматическая основа – подлежащее «он», сказуемое «пусть перебирается». Вторая грамматическая основа – это подлежащее «я», сказуемое «переберусь». На границах простых предложений внутрисложного мы поставили запятую перед союзом «и», «или». Во флигель, опять же, это уточнение, он перебирается в деревню, а куда именно? Во флигель, то есть происходит сужение понятия, уточняется место. Итак, на этом, к сожалению, наше время истекло. Мы не успели сделать все, что я хотела. То есть у нас еще осталась половина презентации неразобранной. И поэтому там все-таки сложные вещи будут разбираться. Я не буду просить вас самостоятельно смотреть, что там. Просто с того, что мы не успели сделать сегодня, с этого мы начнем на следующем занятии, в следующую субботу. Если у вас есть вопросы, задайте их, пожалуйста. Спасибо. Вопросов нет. Я благодарю вас за внимание. Мы обязательно с вами рассмотрим все, что не успели сделать сегодня и посмотреть. То есть закончим на следующем занятии сложно-сочиненное. До конца еще пару примеров рассмотрим и начнем сложно-подчиненное предложение. Благодарю за внимание. До встречи в следующую субботу. Так, а вот кто-то пишет. Может быть вопрос какой-то. Давайте подождем немного. Да, и попрошу вас, пожалуйста, напишите мне, насколько эта тема знакома для вас. То есть насколько эти вещи знакомы, насколько это просто, чтобы я понимала примерно уровень ваших знаний. Знакомо все остается разбирать подробнее. Хорошо, поняла вас. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...